Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. В сегодняшнем ролике я предлагаю вам ознакомиться с анонсовой информацией о разработке проекта Siberian Project. Разработка ведется уже давно. Была примерена на себе юнионская сборка, был тоник, была французская сборка. Ну и вот, наконец-таки, автор решился, на чем он остановится. И для этого была приобретена вот эта вот сборочка, на которой мы сейчас находимся. Дизайн и атмосфера карты будет выдержана, естественно, в сибирском, европейском, российском стиле, как и задумывал когда-то автор. От этой концепции он отходить не намерен. Поэтому дизайн, который вы сейчас видите, будет распространяться по всей карте. А какая же будет выбрана карта? И вот тут надо перейти к самой сборке, чтобы было понимание вообще, о чем идет речь. А выбрана сборка My Life. Да-да, то, что вы видите, это сборка My Life, которая расположена на острове Малден. Но только Малдена уже не узнать. Вот так вот будет выглядеть проект на стадии релиза. Ну и, наверное, более правильно будет сказать, что примерно вот так это будет выглядеть. Пока это просто черновые наброски. Автор примеряется, как лучше построить города, какую архитектуру взять, где ее лучше расставить, как украсить и все вот в этом духе. Но, как я и сказал, концепция выбрана. И это будет выглядеть вот таким вот образом. То есть вся архитектура взята с карты Ливония, которая приближена к российским реалиям. Поэтому вот то, что вы видите, то и будет, в общем-то, впоследствии, но только немножко видоизменено и приукрашено. Будет проведена работа по уютности, по красоте карты. Ну, а пока это выглядит вот таким вот образом. Точно так же изменены и локации, которые располагались когда-то на сборке My Life. Меняется географическое расположение некоторых производственных массивов, которые располагались, может быть, не очень удобны. Ну, и теперь, по мнению автора, они будут располагаться гораздо ближе, удобнее, локальнее. Ну, и все вот в этом вот порядке. Также вы можете сейчас увидеть на экране и одно из предприятий, которое уже стоит. И опять я должен подчеркнуть и сказать, что это всего лишь черновые наброски. Автор просто примеряется. Вот, если кто знает сборочку My Life, да, а, например, вот по этой вот бабушке, ее можно узнать. Вы все знаете рынок, который располагался на острове Малден на сборке My Life. Теперь он выглядит вот таким вот образом. Но точно так же уже и поменены некоторые предприятия. Я вам могу показать лишь одно, на котором я когда-то играл. Это ткацкая фабрика или так называемая текстилька. Ну, так ее было принято называть на сборке My Life. Текстилька, на которой я провел свое время много времени. Ну, и вот как она выглядит теперь. Опять же скажу, что это просто черновые наброски. Примерно вот так она может выглядеть. Еще все изменится. И изменится не один раз. Изменится не только дизайн, а еще и сам геймплей на этом предприятии. Да и на всех предприятиях автор планирует изменить немножко геймплей. Усовершенствовать его, оптимизировать, сделать его более компактным. И, естественно, по атмосферности, чтобы это выглядело уже совсем по-другому. Чтобы это выглядело как-то по-российски. Ну, вот на примере текстильной фабрики или ткацкой фабрики, уж называйте как хотите, это можно посмотреть. Еще раз скажу, что это просто черновые наброски. Но уже выглядит это вот таким вот образом. Где-то еще, может быть, не все хорошо расставлено. Автор над этим работает и таким вот образом будет выглядеть все предприятия на этом проекте. Как я и сказал, концепция проекта это Сибирь, средняя полоса России. Ну, что-то вот в этом вот духе. Таким вот образом автор пытается добиться атмосферности. И видоизменил весь дизайн карты. Теперь действительно Малден не узнать. Все, что вы видите, происходит на острове Малден. Но больше нету вот этих вот экзотических растений, каких-то пальм, красивых кустов. Остались только те, которые нужны по геймплею. Кустики, которые надо собирать, там, например, хлопок тот же, виноград. Все это останется. Но вот полностью зелень поменялась. Поменялась и текстура карты. Теперь, если посмотреть на нее сверху, это просто зеленый красивый остров. Ну и вот такой вот анонсовый ролик у меня получился по разработке проекта Сибирьан Проджект. К сожалению, показать вам пока много я не могу. Вот показал то, что разрешил автор. Да и у автора, у самого еще много-много всего впереди. Так, например, одно из решений автора, это заменить транспорт, который есть на этой сборке. Заменить его, естественно, на российский. Потому что тематика российская. И название Сибириан, Сибирь. Поэтому и транспорт, который здесь будет, он тоже будет стилизирован под этот проект. Те машинки, которые есть в этой сборке, они, естественно, не подходят. Но отказываться полностью от транспорта, который есть на сборке, автор тоже не намерит. Много еще чего хочется изменить автору. Хочет добавить, дополнить, оптимизировать. Но это все мы, может быть, увидим в следующих сериях по этому проекту. Ну а пока заходите в группу Сибириан Прогжет. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на канал Arzon Game. И следите за новостями. Спасибо всем, кто зашел и посмотрел. Играйте в игры. Подписывайтесь в группе ВКонтакте. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok